Ну что, друзья, всем привет, с вами, как всегда, Клауд, и это, собственно говоря, как видите, скраб-механик, и мы открываем ваши подарки. Подарки очень множатся, очень сильные в большом количестве, и поэтому у меня к вам предложение, не знаю, ну просто было такие, такие идеи уже ходили в предыдущих видео. Стоит ли, возможно, все-таки как-то подускориться немножечко и сделать какой-то стрим по открытию подарков, возможно, это как-то немножко нам ускорит. Почему у меня опять две фосфоречных аппарата, вроде был один, очень странно, вот, и тем самым мы, возможно, немножечко можем ускориться, но это как и весь и плюс, так и минус, то есть мы можем ускориться, но в то время, что длинные видео, такие как стрим, потом плохо смотрят, потом долго это смотреть, не досматривают, потом будете плакаться, там подобное, или все-таки оставить в виде серии, может быть так будет лучше. Вот, напишите в этом комментариях, чтобы было понятно, куда вообще двигаться. Ну, а сегодня у нас, как всегда, подарочки, погнали, открываем. Первый подарочек у нас от пляжного бомжика, возможно, будет подлагивать, так что лучше приварить. Отключи мозг, когда будешь смотреть. Запятой забыл поставить. А может и нет. А может и да. Напишите в этом в чате, в комментариях. Это просто отстроили, ладно. Подарок. Я сам не понял, что я сделал. Обнадеживает. А справа череп следит за тобой. Вот этот череп. Я понял. Все. Хорошо. Проверяем налагаемость. Вроде. Ну да, лагает. Все-таки, наверное, приварим. Вот поэтому у меня целых две. Целых два сварочных аппарата, потому что здесь все лагает. Так. Интересненько. Ну, написано клаут, вы видели, да, со стороны? Давайте посмотрим, что он здесь. Здесь у нас какой-то череп, который за мной наблюдает, но почему-то пока нет. Ну, давайте. Хорошо. Пойдемте. Пляжный бомжик сделал очередной какой-то стрёмный лабиринт, да? Хорошо. Почему у нас там какая-то камера? Это какой-то... Я сначала подумал, что это какой-то садомаза, да, с одной стороны. Очень похоже. Особенно вот здесь вот, да. Видимо, на разные насадки. Это похоже чем-то на массаж, да? Это похоже на какой-то другой массаж. Массаж простаты, скажем так. Я не знаю, как это комментировать, ребят, но это стрёмно немножко. Но прикольно. Так, что тут какая-то картина возможна, но я не понимаю, я не вижу ничего. А! А, это мужик! Это баба, и он... А, дети! Отвиньте от экрана. Что за публичный дом? Я застрял! О, господи! Пляжный бомжик, что с тобой? Куда я попал? А? Это что-то стрёмное. Ладно. Датчик сработал. А! У меня кушают! Это круто, да? Так. Это показывает, что нужно куда-то туда двигаться, да? Ну, явно какая-то стрелка, или что это такое? Это фига, это... Ну, вообще другая есть стрелка, которая показывает, что нужно именно сюда. Я что-то замкнул уже, всё, нам хана. Это дурдом посылка? Клауд, отключи мозг! Да блин, у меня нету мозга. Я давно его отключил. Так, ну дурдом под... Дурдом... Дурдом какой-то, а что? Что-что-что? И что? И всё, это конец подарка, а как выйти из подарка? Или уже не выйти, а тебе уже всё. Может, какая-то есть секретная кнопка, друзья? Как думаете? Где этим между дурдомик? А, вот! Ага, я знал, бомжика. Так. Слушайте, ну человек прямо реально заморочился. Вот, круто-круто, ребят. Ну, каждый сантиметр подарка, это сюрприз. То есть, то какие-то самотыки, то какая-то ещё херь происходит непонятная. Это, по-моему, очень, друзья, круто. Так. Это какая-то штука, где-то костюм какой-то, или череп какой-то. И, может быть, скелет чего-то. Нога растёт. Подогреваемые лампочки. Так, это какая-то курсель смерти, что? Что у нас снизу? Ага, тут я зайду и... Нас замкнёт, и мы убьём, и, скорее всего, там уйрём. А с этой стороны, что у нас? А-а-а! Опа! Я обманул систему. Так. Дальше у нас какая-то система антисамотык. Ай! Ну да, я так и думал, чтобы, честно, сбрасывать. Так, а как я должен пройти, если она стреляет постоянно в меня? А датчики не замкнуть? А как я их не замкну, интересно? Это нереально, по-моему, нет? А сейчас есть? Ага, сейчас работает. Обманули систему. Ну, видимо, так и задумано было. Так, и здесь надо как-то допрыгнуть. А как? О, допрыгнул. Нажимаем. Ладно. Кресло. А-а-а... Плохо все там, что-то... Ну, ладно, нажимаем. Блин, подарок мега-крутой, ребят. Просто мега-крутой. Эта машина сейчас сама все едет? А, вот и подарок там взорвался все. В итоге это все взрывается. То есть, либо можно пойти сразу взорваться, либо в конце вы вылетаете до машины, оно взорвается. Слушайте, ну прям интересная штука была. Очень понравилось. Ну, прям столько вот. Это реально вот подарок, который реально удивляет. То есть, в нем вот то, что я просил. Ты идешь по стране какие-то... Ну, многого не было после того, что... Некоторые вещи, может быть, где-то повторять когда-то, но для меня... Много нового, друзья. По-моему, это круто, друзья. Спасибо большое облежнему бомжику. Это было круто, друзья. Это очень круто. Прям потрясающе круто. Идем дальше. Ну, подарок от Мегакеева. Снова хай, как обычно, без модов. Продолжая снимать скрабы, это круто. Чуть-чуть про подарок. Все, что могу сказать, это то, что кнопка 1 меняет режим подвески на очень внедорожную. Видимо, супер. Очень внедорожная, ты который нажимаешь и в космос улетаешь. Врум. Врум, врум. Машина будет, видимо, да? У нас сказали про подвеску. Это, в принципе, было логично. А это что такое, вот это вот? Ну, клауд, может быть, типа, АМ, ну. Ну, АМ нету. Ладно. Таки взорвется, да? А сейчас не убьет нам подарок, это эта штука. Да, круто. Подвеска, кстати, достаточно интересная должна быть, потому что я уже вижу, она очень круто стоит сам по себе. Она падает сразу, видели? Сразу так сделано, что когда отстреливается, она очень красиво смотрится сразу, как будто это реально крутая какая-то подвеска. Но она, видимо, реально крутая. Это стоит, видите, вот эта подвеска, да? Здесь вот эти вот штуки, это вот у нас ограничители хода подвески. То есть она, видимо, она должна быть свободная в теории, да? Плохо видно здесь? Давайте покатаемся, посмотрим. Так, это бибиклка? Бибиклка. Это анти, может быть, переворот какая-то система. Так, ну. Давайте сейчас посмотрим, как она. Да, смотрите, какая крутая подвеска. Офигенно. Почему она, в общем, просто сделана при всем при этом? Видите, снизу, ход подвески снизу зажат и сверху. То есть снизу у нас 100% ограничение, а сверху у нас ограничение опирается в мартеры, которые могут сжиматься. И при этом она, ну, классная, независимая подвеска. Максимально при этом простая. По-моему, это круто. Вот вам еще один вариант, как сделать классную подвеску. Единственное, что в этой подвеске только что от колеса получается, что будут под углами находиться. Единственный минус, наверное. Ага, это мы убираем вот эту поддержку снизу. И что нам это дает? Да, собственно, ничего особо не дает, мне кажется. Мы, в любом случае, упираемся. Такая-то штука, что дает? Пара. Ну, нежная штука, это всего лишь должна давать нам ограничение, да, вот снизу вот эти штуки. Ну, а я не вижу особо ограничения снизу. Она нафиг им нужна как-то сильно. То есть, что есть, что нету, по-моему, ну... Видимо, да, она переворачивается. По-моему, я так особо ничего такого, ну, не вижу. Что меняется-то, по сути? А, ну, просто ход подвески вниз дает нам больше. То есть, ну, то есть, это банальные ограничители, вот и все. Ну, она и так классная, без всяких ограничителей она очень классно катается. Причем, смотрите, какой компактный, красивый дизайн. Вроде какой-то простой, без модов, да, но при этом компактный и красивый. И при этом все классно работает. Ну, да, только что я говорил, колеса под углом. Становится, но если мы поставим вот эту штуку, берем ограничители, если мы будем прыгать, колеса не будут под углом-то сильно становиться. Да, вот так вот. То есть, внедорожность подвески только обусловится тем, что мы снимаем вот эти вот нижние ограничители, поэтому ход подвески становится большой. Вот и все. Очень понравилось. У нас тоже классная тачка. Так, ну а мы идем дальше, друзья, как всегда. Спасибо за интересные подарки. Эндер 92. Починенная версия черного подарка. Если подарок будет дергаться, то все окей. Так надо. Ну, а если не дергаться, то все тоже окей. Большой он. Я просто поставил его не очень хорошее место. Возможно, будет с этим проблем. Пока вроде бы динамальти. Посмотрим. 4 for cloud. By Ender. И тут ничего, да? Ну, давайте нажимаем. На любую, видимо, нужно. Оба, она вот это. Вот это агрегат. Вот это. Вот это аппарат. Давайте, чтобы лага была меньше, уберем эту штоку на всякий случай. Вот там какая-то машина прям вау. Какой-то Зил или Красс. Офигеть. Давайте попробуем покататься. Да, применяется мода, но ручки модовые, так как минимум. А как сесть-то, блин? Вон там есть квадратик, я видел. Вот он. Ну, блин, круто, круто сделан. Да, конечно, используется мода для того, чтобы сделать более красивую машину. Но все, даже с модами сделать достаточно сложно все, потому что... Тут нужно видение художника какого-то, знаете, что в этом роде. Даже если у вас есть все возможности, варианты сделать какие-то крутые наклоуны, там, длинные, там подобные. Ну, все нужно какое-то видение художника, согласитесь. Моторчик тоже, человек заморочился. То есть, это даже не модовый мотор, это человек вообще-то реально заморочился. У нас получается V8, да? Ну, это Красс или Зил какой-то из этих вот. А может быть, какой-то газ? Как я его знаю. Ну, ребята, как думаете, какая-то машина из трех. Сделал Красс или ГАЗ? Сложно сказать, потому что решетка похожа на газик. Чем-то машина вся похожа сбоку на Зил или на... Классно едет машина. А, она сделана на тяге. Смотрите, как было. Помните, я показывал джип, который классно катается? Да, тяга на трастерах. Ну, трастеры, которые крутят именно ось, а не толкают машину. Хотя, какой-то, какой-то подможидок времени, в принципе, они толкают машину тоже. Да, подвеска, в принципе, достаточно обычно стандартная, но... Благодаря тому, что трастеры им толкают ось, в основном, очень прикольно. И комфортно. Так, давайте проверим ее подвеску. Таким вот образом. Ну да, она совершенно примитивная подвеска сравнительно. Эт! Хе-хе-хе-хе-хе. Глух, разогнались. Задний ход. Неужели не выйдем, застрянем? Давай! Давай, вот, я вижу, выжжил, хочет, 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 хочет выехать! Давай! Ух! Слушай, ну мне нравится машина. Вот, я не знаю, чем... Эти вот машины, которые сделаны на трассерах, на осиахах... Они в чем-то прикольные. Ну, во-первых, машина, демократно, что, да, как я уже говорил, классный дизайн. Видимо, какой-то лесовоз, судя по всему, знаете, из Пентайроса какого-нибудь, или Дмадранера, да, в принципе, одно и то же. Ну, классно, я вот катаюсь и не могу оторваться, мне очень нравится. Я, я того же по-тоже кайфовал, который тоже был на такой же схеме привода сделан. Здесь прям дизайн-дизайн. Офигенная тачка, а что он еще имеет? Так, что-то еще происходит, я не вижу, что. Ага, это ручник у нас, да? Так, Clash 4, пибикалка, фары и радио. Да, ручник прикольный сделал, видели, блокирует... Ой, заднее просто, и все. Слушайте, ну классная машина. Да-да, ну подвеска, понятно, что будет такая примитивная, сравните. Ну, то есть она, в принципе, стандартная, но она работает хорошо. При всем при этом, это самое главное, мне кажется. Машинка очень понравилась. Слушайте, подарки прям с самого хода все радуют. Подарки прям бомбические, спасибо большое. Так, вергате отсутствуют моды. Подарок красивый, но мода он не указал, как видите, никаких модов в описании тоже не было. Вот это, собственно, есть описание. Поэтому пролетает, как всегда. Потом вергате следующий подарок выложил второй. Тут почему-то моды, видимо, либо мы моды не использовали, либо эти моды у меня есть. Но тоже, опять же, в описании не написал. Так что поправляйся. Дрифткар какой-то, видимо, будет, да? Давайте посмотрим. Прямо себе, а мы здесь пройдем на этом низком. Ну да, с модами используется. Так, валяем. Что-то очень красивое, чувак, по крайней мере, заболучился. Опять же, как я говорил буквально только что, что даже если у вас есть мода, которая позволяет вам делать красивые такие вот скосы там подобные, то попробуйте сделать красивые машины, то есть красивые машины могут сделать люди, которых очень хорошо развита творческая полушария. Вот у меня, во-первых, больше логическое полушарие, поэтому мне с логикой более-менее все хорошо. А вот с дизайном у меня все плохо, как обычно. У меня пневмо хотя бы какая-то есть. Пары, поворотники, аварийка, мотор сзади. Химпатично сделал мотор тоже, какая-то турбинка, смотрите, типа такая. А это, по-моему, модовый мотор. Да. Так, ну, блин, ну мы сели. Не совсем для этого... Для этого мира эти машины. Я почему смотрю в этом мире, потому что здесь можно тестировать подлески и тому подобное. Но эта машина чисто для... Как дрифткар, как оно было написано на коробке. Да. Так, что нет ручника. В игре. Просто нажать пробел, вы просто вот так вот вылетите из машины. А потом, когда сядет, она сама поедет. Слушайте, ну красиво, блин. Это Феррари какая-то, да? Похоже больше всего на Феррари. Габриолет какой-то. Ну и цвет похож красный Феррари. Обычный цвет Феррари это красный. Слушайте, ну мощная, да? Даже очень мощная. Мы сейчас не будем зависать на этих вот бугорках, потому что у нас... МОЧНОСТЬ! А вот все, вот весь клиренс. Вот весь клиренс машин закончился. Зонтикот! Блин, ну классная Феррари. Согласитесь, давайте ее даже сфоткаем. Потому что Феррари достойны фотки. Вот так вот сделаем. Красавчики. Блин, ну... Жалко, что я просто не в том мире. Ну, просто отмирь красивее. Я не люблю смотреть в плоском мире. Там... Там просто не на что смотреть. Негде тестить там подобное. Вот, просто... Ну, попалась постройка, которая... Которой нужен плоский мир для... Для в идеале. Или какая-то... Мирка какой-нибудь трассы, что в этом роде. Было бы хорошо. Мегакейф прислал очередной подарок. Без модов, если начинает кренить... Поставь на лифт. Если хочешь, поставь сценку в мастерской. Ну, блин, это геморрой. Ну, попробуем. Клауд АЭМ. Окей. Какая-то подписка там. Какая-то нарисованная, судя по всему. Хорошо. Клауд АЭМ. Там была клавиша, я не помню. Вот она. Ну, что-то летающий. О, как он открывает. Смотрите, шикарно. Красиво, красиво. Мне очень понравилось. Необычно. Такого еще не было, по-моему. Я не помню такое. Так, хорошо. Эта вода не лагает. Давайте покатаемся. Нажимаем. И поднимаемся. А если дальше нажать? А зачем ход сзади? Какой-то вертолет, что ли? А клавиша 3, что значит? Фонари. Ну, катается комфортно. Поворачивает нормально. А, то есть если он будет кривиться, поставит на подъемник. Я понял, к чему он договорил. Слушайте, ну прям кайф-какатается. Ну, это как ховер-машина. То есть он выше не поднимается, где-то на уровне. Там врубаются датчики. Он ведь и отрубается. Опускаемся, подрубаются датчики. И врубает нам. А, смотрите, так и гироскоп в середине сделан. Офигеть. Какая-то гироскопная система, оказывается. Намного интереснее сделана. Видите, гироскоп он постоянно выравнивает, пытается. По крайней мере, выравнивать. Так, а как мне затормозиться? Видимо, нужно вот так тормозиться. Самому вручную. Да, что-то подобное гироскопа сделано. Прикольно. Видите, очень удобно управлять, на самом деле. Эта штука, я не знаю, машина, не машина. Ну, это ховер... Какая-то ховер-тачка, да. Похоже чем-то на какой-то недоделанный вертолет. Ну, вот на такой штуке очень, например, удобно на карте перемещаться. Вполне себе комфортная штука. Офигенно. Сегодня прям подарки очень крутые все. Очень нравится. Какая максималка у него. Это максималка, все. Ух, я так и думал, что нарежем все. Рыбаемся. Слушайте, ну очень понравилась тоже классная штука. Вот, грамотно сделанный ховер, да? Типа на системе гироскопа. А где зажимаются у него эти штуки? Давайте посмотрим. В общем, вот он зажимается, да? Смотрите, прикол сейчас вам покажу. Так, так, не будет видно особо сильно. Вот он, видите, мартер стоит. То есть, как сделано? Мартер, зажима... Как сделать вот эти повороты на глюках, если кто не знает? Просто я думаю, что есть люди, которые не знают, даже думаю, много таких людей. Чтобы делать повороты на глюки, то есть, чтобы он идеально поворачивал, даже можно делать не только в любой плоскости, ну, в двух плоскостях можно делать. То есть, в данном случае у нас сделаны горизонтальные повороты. А если поставить шатеренку вертикально и закрепить на мартер, то есть, это будут у нас вот эти повороты вертикальные, получается. Так вот, если кто не знает, это очень просто делается. Вы просто ставите шатеренку, сверху ставите любой блок, к нему цепляете мартер, и в игре есть такой баг, что если вот поворачивать таким образом мартер, упирая этот мартер в какую-нибудь сторону, он в итоге поворачивает всю конструкцию. Вот так вот, почему, допустим, в стойке иногда бывает, постойки переворачивают. Потому что зажимается мартер, и его переворачивает. Но этот баг обнаружили, и начали использовать вот таким образом для состояния таких вот ховеров, например, в основном используется. Бывает, помните, у нас с мотоцикла, которые поворачивали, но при этом колеса у них не поворачивали. С помощью вот такой штуки тоже используется, очень удобная штука. Вот. Ну это просто для тех, кто не знает. Я думаю, что таких на самом деле очень много людей. Я больше чем уверен, что здесь люди, которые строят, которые знают, а есть люди, которые не строят, которые не знают. А честной подарок от Вергати. Ведь у нас очень много Вергати, у нас очень много старых друзей. Но Вергати у нас снова чувак, по-моему. А вот Мегакейф и Бомжик, это у нас старые знакомые, и Эндергейм тоже. Давайте смотреть. Такого описания у нас там нету. Так, ну сегодня прям очень нравятся подарки. И супер прям серия у нас получается. Видимо, нужно вручную, видите, прям намекает мне стрелы вот этими вот белыми штоками, что нужно вручную выбирать. Очередной у нас дрифт-кар, грубо говоря. То есть, ну машина, которая нужна очень плоскими, чтобы кататься нормально. Ладно. Тоже красивый дизайн. Ну вот, не хватает немножечко, хоть какой-то вот, например, вот те же Феррари, да, вот, которые, допустим, 458-й Феррари, если я правильно помню, или Энзо Феррари. У них, на самом деле, есть пневмо. Они вот так вот катаются, но когда там уже такой бордюрчик, там нажимают кнопочку, они пневмо включаются. Здесь вот этой пневмо не хватает. Ну, то же самое, поворотники, аварийка, наверное, будет, да, и радио. Давайте попробуем покататься, тоже классно катается. Какая-то местная, даже не знаю, что похожа. Напишите, на что вот эта машина похожа, но я думаю, что тоже какой-то разновидность Феррари, хотелось бы сказать, но нет, скорее всего, потому что спойлер не подходит у Феррари, таких спойлеров нету в стоке. Какой-то даже, даже не знаю, что это за машина, если честно. Ну, тоже очень низкая, прикольно катается. Очень быстро. А если мы врежемся, нет? Ну, давайте врежемся, ладно. Ничего не произошло особо. Надо только выйти проблематично из машины. А так, вроде бы, все хорошо. Эй, ну, я пошутил, я думаю, что можно быть в нормальной машине, я же... Эй, как отсюда теперь выйти? Я вообще за весь теперь в машине. Это выручные выходить. Прикольно, красиво машина, тоже понравилось. Так, друзья, идем дальше, идем дальше. У нас осталось пара подарков, чтобы посмотреть. Это длинный подарок от человека Фивер. Видимо, реклама сайта открытием каких-нибудь боксов, что в этом роде, да? Очень длинный подарок. Нет, не такой длинный, как я думал. Какая-то может быть трасса, или может какой-то поезд? Что здесь интересно, как думаете? Я даже не знаю. Может какой-то поезд, все-таки метро? Ах, Лена открывается, очень круто. Мортеры, еще мортеры. Ну, я почти угадал, какой-то реально... Это похоже на поезд. А, это гусеница какая-то, да? Или нет? Блин, дверь очень понравилась. А она в виде выехала, и еще дальше на квадратике разделилась. О, офигительно круто. О, как? Ну, дверь очень крутая, я такого очень не видел. Так. А почему она так катается? А, и что? А-а-а, я понял, друзья. Ну, вы поняли? Я не хочу это говорить вслух, потому что не поймут, друзья. Ну, вы понимаете, да, на что это похоже? Вот длинная палка, да, которая вставляется куда-то, а потом все вставляется гному за тем, чест. Ну, вы поняли, да? Все, хватит. Это ужас. Это стрёмно, друзья, это стрёмно. Давайте чуть поменьше такого. Тоже здесь все эти члены надоели, на самом деле. А-а-а, так. Подарок от создателя Максон. Нету модов, если берешь подвеску, у коробки будет лагать. Хорошо, не уберу. Одна кнопка внутри, это дверь. Вторая отстрел, хорошо. Клауд красиво сделан, прям человек заморочился. Я вот не знаю, друзья, вот, не знаю, вот, может, вы мне объясните, но почему, когда я смотрю вот сюда, когда пиас увидел небо, почему-то захотелось поиграть в Майнкрафт. Может, потому что это рисунок сделан из квадратов? Хотя, друзья, может быть, нам поиграть на канале в Майнкрафт? Как считаете? Нужно, не нужно? Или это будет слишком жестко? О, какой-то злобный танк. А как, где-то стреливается в нас? Ага, это закрывается. Танк безмодов как-то сделал, смотрите. Подвесочкой сделан, красиво. Интересно. Интересно, реализован. А, закрывается. Подушечкой. Блин, дизайн прям вау-вау-вау. Для безмодового танка дизайн очень крутой. Так, хорошо. Он, видимо, только для одного танка сделан. Что происходит? Что-то происходит, но ничего не происходит при этом. Как он катается? А, это по параллению пушка, смотрите, идет, да? А если нажимаю, по параллению танком будет? Да, 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 меняется просто по кнопке. Вот что происходит, оказывается. Танкоклассное управление, очень удобно. Тут как у машины сделано. Праваллению не танковое управление, а именно как у машины. Намного комфортнее, чем делать танковое управление. Хотя так-так тоже можно привыкнуть. Тут, наверное, заехать, проверить подвеску танка. Но он очень маленький для таких... Как для такого мира с такими корнями? Очень маленький танк, в итоге. Так, хорошо. Давайте смотреть еще раз. Поворачивает наверх. Какая-то зенитка стреляет наверняка, да? Ни хрена себе стреляет. Давайте чуть пониже спустим. Офигенно. Так, радио. И люк впереди открывается. Видимо, что бывает, да, или что? А, да-да-да-да-да-да-да-да. Очень удобно сделано. Бомбический танк, ребята. А, вот смотрите, говорю, какой происходит. А, нет, он так и сделал. Просто выдвинул, да? Если нажму, то есть он все грамотно сделает? Да-да-да-да. Соответственно. То есть он откроет, потом задвинет. Очень технологически классно сделан танк. Вообще нет претензий к нему. Управление немножечко дерганное. Там, конечно, немножко хорошо было бы подправить. Но хорошо, достойно очень сделано. Дизайн тоже очень классный. Что-то без модов. Все прям офигительно супер. Вот, друзья. Ну, на этом мы с вами заканчиваем. Жду от вас комментариев по поводу стримов. Открытие стрима на подарках. Не знаю, стоит ли это делать. Ну и, собственно говоря, спасибо за просмотр. Спасибо всем, кто смотрел до конца. Вы самые лучшие у меня зрители. Всего хорошего. Всем спасибо. Всем пока.